Всем доброе утро! Ай да стой ты господи, я еще не поздоровалась. Мы решили взять на улицу наш пулер и поиграть с кафочкой. Дуа, мы его 100 лет не отпускали. Он, короче, так играл-играл и вот так вот запульнул в Сашу, прям по коленке ему. Отлично! Блин, я думала я классная кроша. Какой хороший машин! Так стой, там машина. Стой! Давай еще раз в папку. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, ребят, сегодняшний влог я хотела вам вкратце рассказать про нашу коллекцию настольных игр. Открою, покажу, вкратце расскажу плюсы-минусы какие-то характеристики. К нам часто приходят в гости папа и чаще всего мы играем либо в карты, но карты я не буду вам показывать, потому что ничего особенного нет. Также у нас есть три вида по размерам домино, то есть крупные, средние, совсем маленькие. Мы их там, допустим, на дорогу берем. Также у нас есть очень красивая игра из дерева, называется Тремино. Тремино это игра для настоящих мыслителей, которая полагается не просто на удачу, а на собственные способности. Правило Тремино очень похоже на всем привычное домино, но костяшки имеют необычную треугольную форму. И это в корне меняет дело. В этой игре каждому игроку придется поломать голову. Так что совет у нас действительно очень увлекательный. Переходим к моей одной из любимых игр, Мистериум. Я в одном влоге про нее рассказывала. Ну сейчас вкратце я повторюсь, для тех, кто не смотрел предыдущий влог. Эта игра как раз для поклонников игры Диксит с хорошим воображением. Цель разгадать обстоятельства тайного убийства и освободить наконец-то призрака, обитающего в старом жутком особняке. Мистериум это кооперативное расследование для небольших компаний, в которых вам понадобится вся ваша интуиция и смекалка для того, чтобы распытать преступления. Значит, что могу сказать по плюсам? Первое, то, что здесь можно настраивать разные уровни сложности. Второе, атмосфера действительно какого-то спиритического сеанса. Особенности этой игры. Здесь продуманы детали. То есть гадальные хрустальные шары, мистические иллюстрации настраивают на нужный лад. Ведущий это безмолвный призрак, которому просто запрещено говорить, подсказывать во время игры. Мне в этой игре очень нравится множество красивых, качественных карточек, да и вообще в принципе качество всего комплекта, очень хорошее. Увлекает всех и сразу мы в нее играем достаточно часто большой компанией. Так, следующая игра у нас называется, эта карточная игра называется Паровой осел. В этой игре правила очень простые. Можно играть от двух до четырех игроков. Суть игры. Вам предстоит на свой курорт, который вы сами будете строить, привлекать туристов, где вы будете строить различные достопримечательности, которые будут привлекать этих туристов. Здесь стоят четыре двусторонние карты. На одной стороне каждая из которых изображены посетители, а на другой одна из достопримечательностей, которые вы можете построить на своем курорте. От уличного театра кукол до роскошного отеля. Каждая постройка имеет ряд характеристик. Так, ну и наверное из первых это каркасон. Мы сначала купили первую версию, потом мы в общем докупили четыре дополнения. У нас вышло столько карточек, это было настолько интересно. Но правда мы в дополнение сыграли всего наверное один-два раза. Я все говорю, Саша, давай в нее поиграем, потому что мы сейчас в основном играем именно в Паровой осел. Но так как она очень быстро раскладывается, не напряжно, так скажем. Просто для каркасона нужен просто огромный стол. Кстати, как вариант можно играть на полу. В этой игре игровое поле изначально отсутствует. Оно выкладывается в процессе игры самими игроками из карточек, благодаря чему каждый раз в каждой новой игре создается мир, отличающийся от предыдущего. Ваша задача захватить максимум вновь открывшейся территории таким образом, чтобы набрать максимальное количество очков. Плюсы. Здесь очень простые правила, идеальные для начинающих. Особенности. В этой игре есть аж 21 дополнение. У нас есть 4 дополнения. Также по этой игре проводятся регулярные чемпионаты мира. Минусы. Чем больше игроков, тем дольше приходится ждать своего хода. У нас еще есть мини-версия Monopoly. Когда-то у меня была большая версия, но это еще было, когда была маленькая. Естественно, Uno. Потом есть игра такая до нетки. Но могу сказать, что сейчас в принципе смысла нету покупать. Хотя есть платные, но они намного дешевле стоят, чем карточки. Приложения. Вот да нет, так мы с Сашей, кстати, скачивали. Значит, в чем смысл? Тут как бы загадка. То есть, допустим, вдвоем вообще супер в дорогу. Мы брали именно детективные истории. Ну, допустим, вот смотрите. Муж возвращается с командировки. Дверь ему открывает жена. Он с порога набрасывается на нее с обвинением в супружеской измене. Как он узнал? Тут, конечно, есть ответ, но тут есть наводящие вопросы, ключевые слова, которые как бы ваш оппонент должен задать. И ответ. По пути с вокзала он решил заглянуть в гости к другу. И когда дверь ему открыла его собственная полуодетая жена, он испытывал некое нервное потрясение. Раскройте все 37 уму непостижимых преступлений. Реально крутая вещь. Так, дальше у нас игра. Ну, она такая, знаете, на компанию 18+. Называется Alcopoli. Тур по барам. Ну, ничего такого прям суперинтересного нету. Поэтому про нее даже особо рассказывать не буду. Боже мой, моя любовь. Это игра Брюги. Боже мой, мы в нее столько раз сыграли. Она просто невероятно крутая. Сейчас я про нее расскажу вам. Брюги это очень захватывающая стратегия про средневековый город с восхитительными иллюстрациями. Могу сказать, что это одна из лучших игр, в которую мы с Сашей сразу просто залипли. Эта игра очень красиво и качественно выполнена. Кроме того, игра содержит множество игровых компонентов, что я просто обожаю. Уровень сложности, в принципе, средний. Вам потребуется парочка партий, чтобы окончательно разобраться в правилах и нюансах. И можно будет приступать к делу. Вот просто что мне нравится. Это вот такое красивое поле. Много разных карточек, фишечек. Я действительно люблю, когда в игре содержится очень много компонентов. Так, ну что, предпоследняя игра это Кольт Экспресс. Если честно, мы ее покупали. Она у нас даже не переведена на русский язык. Мне присылали на почту озвучку. Перевод правил. Потому что в 2015-м она получила какой-то супер приз в Каннах, что как, не знаю, лучше, не лучше игра. Но она очень красивая. И могу сразу сказать, что вдвоем в нее даже не играть. Это будет скучно. Лучше минимум три человека. Три, четыре, шесть. Это максимум. Это просто будет. Это взрыв мозга будет. Очень круто. Называется «Добро пожаловать на Дикий Запад». Из особенностей. Здесь есть настоящий трехмерный поезд, который вы сами собираете. И по которому вы перемещаете своих героев. Из минуса. Вам придется стрелять в товарищей и обижать женщин. Значит, в этой игре вам предстоит взять на себя роль одного из запасных бандитов, которые решили ограбить поезд, перевозящих богатых пассажиров с их столстными кошельками и драгоценностями. Это очень увлекательная игра, построенная на программировании действий. Вдвоем, если честно, не так интересно играть. Лучше компании. Все игроки кладут друг на друга свои карты действий. Интересно, вам слышно, как-то плямка и тофиг. Ну перекрещу плямкой, ты все слышишь. Потом колода из них переворачивается, и тут начинается шоу. Я это не планировала. Э, нет, это мой сейф. Нет, только не туда. У меня все было просчитано. У вас на глазах просто начинается феерический блокбастер о том, как все ваши планы идут наперекосяк с завидным постоянством. И вы пытаетесь справиться с этим потоком ошибок. И последний вид. Венецианские купцы. Если честно, по-моему, она одна из самых дорогих. Но могу сказать, что я жалею, что я купила. Видимо, я так рассуждаю, потому что вдвоем в нее вообще не интересно играть. Вот если бы мы играли хотя бы там человека три и больше, до скольки тут можно играть? А, то есть всего максимум четыре человека можно играть. Было бы намного интереснее. Итак, это интересно оформлена настольная игра, в которой вы станете опытным торговцем и проведете свои корабли от одного средиземноморского порта к другому, надеясь перевести как можно больше разнообразных товаров. Конечно, у вас будут конкуренты, но всегда можно нанять кровожадных пиратов и пограбить своих соперников. Так, ну что, надеюсь, я сполна рассказала про нашу коллекцию игр. Перезагородить, так хорошо начинается все. Это без желтых и без красных. Тафир! Гулять идем? Гулять пойдем? Гулять! Ну иди сюда, пойдем гулять! Ну прыгай, 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 прыгай! Привет, привет, Таш, привет! Привет! Ой, мой, мой! Очень сладкий мой! Раз Таффи не хочет... А что, там Саш, дождь идет, да? Таффи, стакан на комбинезон надевает. Таффи, все, пойдем. Таффи, все, я дверь открываю. Таффи, там мокро, грязно. Надо надеть комбинезон, проходи. Вот, стоп. Столеть, бояться. Наше спасение. Так. Опа. Раз. Раз. Никаких дождиков. А мы не едим, Боже. Да, да. Нет. Советую сразу их раскрывать. Ну, потому что на улице, в перчатках, это неудобно. Дверь, это неудобно. Дверь. Опа. Дверь, это неудобно. Дверь открытой. Мамку себе прибьет. Дверь, это неудобно. На улице дождик. Таффи, дождик, не страшно. Бегуха. А, тут нечего снимать. Так, ну что, мы уже пришли с прогулки. Там снимать было нечего, потому что, во-первых, мокро, темно. Товка у нас не промок, кроме головы и ушей. Сейчас будет кушать. Кушать будем. Кушать. Посмотрим какой-нибудь зарядочек и будем спать. Потому что уже, ну, около 10 часов. Да? Ну, хороший. Ну, хороший. Пойдем. У нас сейчас с Сашей разделение обязанностей. Я мою лапы, а он стирает каждый раз. В комбинезончик очень удобно стало. Лошечка. О, Боже. Ну, последние дни размачиваем корм. Ну, так, периодически то размачиваем, то не размачиваем. Я заметила, что, когда холодно, он прям с таким удовольствием ест теплый корм. Накидывается сразу. Я с утра достала нашу кофеварку старую, капельного типа. Если честно, очень переборщила с кофе. Слишком много добавила, поэтому мне он слишком крепкий показался. Мне приходится разбавлять его просто обычной водой. Но зато не надо по сто раз варить, как бы, в турке. Ну, что, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать наш влог. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И совсем скоро вас ждет большой-большой сюрприз. Так что, кто досмотрел этот момент, ждите. Следующее видео будет очень интересно.